здравствуйте в эфире программа прямой разговор в студии Мария Варгина есть болезни о которых не принято и неприятно говорить слух сталкиваясь деликатной проблемой люди стесняются идти к врачу предпочитают надеяться на чудо о том почему первые симптомы повод обратиться к специалисту и какие методы лечения сейчас в приоритете поговорим с врачом-коллапрактологом онкологом хирургом центра малоинвазивной медицины фактор долголетия Денисом Агурцовым Денис Игоревич здравствуйте здравствуйте Денис Игоревич как правило с какими чаще всего проблемами люди обращаются к врачу коллапрактологу вы знаете такая ситуация что в у нас в обществе бытует мнение что все что связано с кишечником все что в заднем проходе болит кровит или доставляет дискомфорт связано с геморроидальной болезнью конечно это же не так но надо знать что примерно 75 процентов всей популяции нашего населения после 50 каждый второй станет когда-нибудь пациентом коллапрактолога да даже так поэтому чаще всего до обращаются с геморроидальной болезнью но при дальнейшей диагностике выявляются проблемы сопутствующие более грозные чем геморроидальная болезнь либо те которые доставляют больший дискомфорт и снижают более значимое качество жизни чем геморроидальная болезнь это и свищи прямой кишки трещины прямой кишки которые требуют тоже непосредственно нашего внимания в таком случае на какие симптомы нужно обращать в первую очередь внимание и не затягивая обращаться к специалисту симптоматика может быть самая разнообразная и к сожалению не всегда она носит явный характер многие наши пациенты считают что боль самый грозный симптом с которым надо обращаться к доктору но это не так когда видишь порой запущенные ситуации запущенные проблемы всегда невольно задаешься вопросом где все это время был пациент но на что отвечают но у меня же не болит у меня же не болела и если мы подумаем боль не единственное что может нас тревожить жизни есть множество неприятных моментов дискомфорт был может быть самый разнообразный но опять-таки на что мы обращаем внимание внимание это кровотечение потому что собственно говоря геморроидальная болезнь даже производится переводится с греческого языка как из через течение крови кровотечение они что-либо другое как думают наши пациенты а если ничего не болит нужно обращаться к улопрактологу если ничего не болит здесь вот опять-таки мы возвращаемся боль не единственное не не единственное что нас может тревожит может тревожит и зуд жжение дискомфорт чувства неполного опорожнения вздутие живота нарушение кратности стула дискомфорт в животе ну вот собственно говоря тоже это повод обратиться к доктору к улопрактолог отношения людей как-то меняется вот сейчас к этой проблеме или все равно до сих пор стесняются идти благодаря средствам массовой информации благодаря повышению уровня медицинской информированности населения наших пациентов конечно же мы замечаем что очень часто пациента приходит с менее запущенными диагнозами чем даже если брать 10 лет 7 лет назад но все равно запущенные ситуации встречаются и надо отдать должное родственникам пациентов знакомым которые прошли у нас лечение получили хороший результат которые довольны улучшением качества своей жизни поняли что лучше решить проблему начальной стадии нежели чем запускать ее и доводить до того что требуется большое объемное оперативное вмешательство тем кто все-таки еще до сих пор сомневается чтобы советуете как побороть психологический барьер психологический барьер действительно очень индивидуальная история которую поборет и переломить бывает довольно сложно могу дать два совета подумайте о том что первый визит к доктору это является первым и самым важным шагом для того чтобы избавиться от многолетнего дискомфорта от многолетних страхов которые порой действительно не дают жить снижают качество жизни мешают заниматься работой потому что порой проблема она не такая глобальная как кажется на первый взгляд поэтому приходите первый шаг самый трудный но его нужно сделать есть среди ваших пациентов те кто приходит именно с профилактической целью и в принципе коллапрактологу нужно приходить на профилактический прием пациентов которые приходят профилактически действительно немного как правило это люди информированы что у них в семье у кого-то близких родственников или не очень близких было онкологическое заболевание толстые или прямой кишки действительно эти пациенты приходят несколько раньше но к сожалению их немного хотелось бы больше потому что действительно наследственный рак толстой ободочной кишки существует он стартует довольно рано проявление заболевания стартует довольно рано до 40 лет мы не можем даже у столь молодых пациентов выявить первые признаки рака толстой прямой кишки если это выявить на вот на первых признаках это лечится конечно если мы выявим предраковые заболевания которые приводят в дальнейшем к образованию злокачественных опухолей таких как полипы толстой ободочной кишки воспалительные заболевания толстой кишки такие как болезнь кровно не специфически язвный колит при своевременном лечении дают хороший процент профилактики заболевания а если выявилась злокачественная опухоль но на ранней стадии то хирургическое своевременное лечение дает прекрасные результаты а геморридальная болезнь может перерасти враг действительно такой вопрос часто у наших пациентов возникает но спешу успокоить геморридальная болезнь никогда не перерастает враг потому что это совершенно разные заболевания патогенез то есть механизм развития геморридальной болезни я он очень похож на варикозную болезнь то есть это сосудистые заболевания заболевания сосудистых сплетений прямой кишки и сосудистые соответственно отсюда и проявления кровотечения воспаления выпадение при увеличении геморридальных узлов но не стоит себя успокаивать тем что геморридальная болезнь не перерастает злокачественные опухоли очень часто геморридальная болезнь является сопутствующей проблемой проблемой которая более явно может тревожить а колоректальный рак может развиваться и не проявлять себя в должной мере до развития довольно грозных осложнений таких как кишечная непроходимость перфорация кишечника и так далее в клинике фактор долголетия какие методы диагностики вы используете в клинике фактор долголетия мы используем целый спектр диагностических и лечебных процедур на первичном приеме как правило мы выполняем аноскопию это метод который позволяет осмотреть до 10 сантиметров прямой кишки и достоверно установить заболевание выявить заболевание анального канала и прямой кишки в дальнейшем мы рекомендуем если это показано а как правило показано проведение колоноскопии пациенты готовятся и выполняют колоноскопию тем более есть сейчас замечательная такая опция в нашей клинике как колоноскопии под седацией то есть это во сне во сне да во сне вот многие же боятся как раз неприятных ощущений а тут будет без боли да здесь будет без боли все пациенты довольны действительно как пациенту правильно подготовиться к приему у врача подготовка к первичному приему врача коллопрактолога совершенно не обременительно и не трудно не надо пациента мучить себя на многократными клизмами либо пить препараты которые назначаются при подготовке к колоноскопии это все излишне достаточно обычной гигиены и желание решить свои проблемы вся остальная подготовка микроклизмы микролаксы ли и на маклин мы как правило назначаем при подготовке к непосредственно к оперативному вмешательству либо диагностическим процедурам а какие методы лечения вы применяете сегодня именно в клинике фактор долголетия наша клиника недарм называется центр малоинвазивной медицины для лечения заболевания анального канала в том числе геморроидальной болезни применяется целый ряд малоинвазивных методик современных методик за которыми не надо ехать не в москву не за границу все при меня все применяется здесь недалеко от вашего дома это прежде всего лазерное лечение геморроидальной болезни которые действительно сейчас переживает свой расцвет и я думаю что это методики есть большой потенциал это офисная процедура которая позволяет сделать в один прием весь объем лечения геморроидальной болезни через несколько часов у нас пациенты уходят домой и это очень замечательно потому что многие понимают сейчас что самый главный ресурс невосполнимый ресурс который у нас есть это время и для того чтобы сэкономить время для того чтобы меньше отвлекаться от работы мы живем в такое время все очень заняты и порой пятница или суббота у нас пациенты оперируются а понедельник вторник они уже в офисе в москве либо даже порой переводится наши коллеги они уже на смене в москве либо здесь в серпухове поэтому все зависит на самом деле от желания и второй момент зависит от стадии болезни но несмотря на любую стадию мы можем конечно подобрать индивидуальный подход каждому и индивидуальный метод лечения потому что как правило даже такой замечательный метод лечения геморроидальной болезни как лазерная лечить лазерной терапии комбинируется с другими методиками поэтому даже порой и третьей и четвертой стадии геморроидальная болезнь по желанию пациента может лечиться лазер давайте подытожим факты в клинике фактор долголетия точно диагностика пройдет безболезненно а лечение оперативно быстро и эффективно правильно конечно что касается диагностики седация позволяет провести процедуру колоноскопию во сне и в том числе оперативное лечение геморроидальные болезни мы тоже порой проводим подседации такая опция у нас тоже существует но могу сказать что целый ряд пациентов у нас выбирают и местную анестезию которая не доставляет большего дискомфорта чем поход к стоматологу даже многие отмечают что это гораздо менее болезненно чем лечение у стоматолога которого все так боятся нас бояться меньше но эффект будет то есть проблема будет решена раз и навсегда или может быть рецидив она может вернуться все опять-таки все зависит от стадии и от того как человек меняет свой образ жизни потому что кроме наследственности есть еще факторы которые влияют на развитие геморроидальной болезни а мы живем в таком обществе в таком ритме что негативных моментов как негативных факторов которые оказывают на развитие геморроидальной болезни избежать просто нельзя что касается мужчин мы все мужчины мы все испытываем стресс действительно это очень тяжело и мы все порой находимся много на работе и режим нарушается режим питания мы часто испытываем кроме моральных стрессовых нагрузок физические нагрузки мы же мужчины вот но все проблемы надо стараться решать вовремя потому что мы нужны нашим семьям а что касается женщин женщин вот может быть даже предусвещая вас следующий вопрос часто волнует и интересует эстетическая сторона что мы можем предложить что как мы можем помочь прекрасным дамам выглядеть еще прекрасней либо помочь решить те проблемы которые возникли после трудной беременности после трудных родов подчас не одних опять таки все решается индивидуально и если мы находим общий язык с нашими пациентами она это находится в 100 процентах случаев потому что мы стараемся слышать своих пациентов и решить именно ту проблему которая их беспокоит наибольше в данный момент времени тогда мы получаем наибольший результат любая малоинвазивная методика как и любая методика применяем для лечения любого хронического заболевания не идеально может быть не сто процентов избавляет от болезни но если мы меняем свой образ жизни меняем свои привычки пищевые поведенческие максимально стараемся устранить негативные факторы на которые мы можем влиять мы же можем влиять изменить свое пищевое поведение мы можем больше уделять внимание своей физической нагрузки как правило можем можем так организовать свою жизнь что наше здоровье будет все-таки занимать большую роль в нашей жизни чем все остальное если мы будем кроме лечения заниматься профилактикой заболеваний то мы получим действительно тот тот результат который мы хотим все в наших руках ведь правда говорят что дорогу оселит идущие самые первые шаг труднее всего дается получается главное не бежать от проблемы а с этой проблемой спешить наоборот к врачу чтобы вместе решить на первой стадии да действительно но надо понять что бояться это нормально бояться это нормально но страх он не всегда это не всегда плохо иногда это действительно является двигатель на прогресс двигателем условно прогресса потому что иногда страх заставляет прийти раньше чем нужно в этом случае это хорошо и это даже и это даже хорошо немножко бояться все-таки надо немного потому что если есть забота о своем здоровье это забота не только о своем благополучии это благополучии своей семьи потому что подавляющее большинство наших пациентов это люди способного возраста социальные активные которые много работают и соответственно имеют действительно мало времени задуматься немножко поставить задуматься о своем здоровье о том что их все-таки беспокоит куда идти чтобы решить те проблемы которые порой подчас мы встречаем мы встречаем с тем что тревожит пациентов годами оказывается все рядом нужно сделать всего лишь несколько шагов до клиники фактор долголетия клиники фактор долголетия денис игоревич спасибо вам за беседу и пусть действительно ваши пациенты приходят к вам раньше и уходят с хорошим от вас настроением спасибо